Добрый день, друзья и недругие. Прежде чем представить вам фрагмент вчерашнего выпуска программы «Муарайон» о школе Олимпийского резерва, я там беседовал в том числе и с нашими легендарными спортсменками, чемпионками олимпийскими. Очень важно понимать, что масштаб и слава в глобальном аспекте, если мы говорим, слава наших спортсменок совершенно несоизмерима со славой звезд нашего кинематографа или шоу-бизнеса, или телевидения. Допустим, Аллу Борисовну Пугачеву знают только у нас, там в Израиле и в тех странах, где есть значительная русскоязычная диаспора, причем именно в рамках этих самых диаспор. А там Яна Батаршина какая-нибудь, ну это мировая фигура, это мировая звезда. Все наши спортсмены, это люди, которых, я имею в виду все наши спортсмены, которые в Олимпийском движении чего-то достигли и получили медали. Их знает весь мир, потому что, процитирую свою любимую группу МИЛС и их Олимпийский ГИМ, то, что они делают, они делают во славу всего человечества. Еще раз, это очень важно понимать. Спортивные звезды, это звезды вот такого вот масштаба. Это программа «Мой район». У меня в гостях выдающиеся выпускники училища Олимпийского резерва, которых знает весь мир. Добрый день, Яна. Добрый день, Евгения. Спасибо, что нашли время и что принесли вот эти вещи. Это ведь ваша, да, насколько я понимаю? Добрый день. Да, это моя серебряная медаль с Атланты, 96-й год. 17 вам было тогда? Ну, еще даже не было 17. Даже 17 еще не было? Как в училище отреагировали на это достижение? Ну, конечно же, поздравляли. Я помню, что я приехала, и даже сразу уже при входе была вывешена почетная грамота, там фотография, что наша воспитанница завоевала серебряную медаль. То есть я помню, фотографировались со мной, ну, директор училища, вот, Виктор Валерьевич. Поздравлял, вот, поэтому как-то такие очень теплые воспоминания вообще об этом времени, об училище. Меня всегда интересовало, это вот, она серебряная называется, потому что она по цвету, или это реально, она, это из серебра она? Нет, там действительно, она, конечно же, не полностью серебряная, но что-то там чуть-чуть есть. То есть я очень надеюсь на это, я это не проверяла, но я надеюсь, что меня не обманули. Евгения, а про золото тоже самое-то, здесь есть золото? Надо попробовать на золото. Говорят, что пока эта часть есть. Вы ведь единственная, по-моему, да, обладательница двух золотых. Да, посчастливилась мне на двух олимпиадах и два раза выиграть. Первая олимпиада была в 2008 году, это, скажем так, неожиданно все было, потому что я за полгода попала. Извините, неожиданно для вас или вообще для... Вообще для всех и для меня в том числе, да. Да, так как я была самая юная в сборной, тогда 17-18 исполнялось. И было сложно отобраться туда, потому что были очень сильные гимнастки, как Вера Сесина, Оля Капранова в сборной, они были лидеры. И вот так получилось, что за полгода, с марта месяца я начала выигрывать, и по результатам чемпионата Европы, чемпионата России, меня отправили на Олимпийские игры. Мы, поскольку сегодня говорим об училище, то вопрос у меня будет о том, как вы попали. Вот вы, Яна, как попали в училище? Да, это был 93-й год, и мне кажется, что я вместе с моей подругой Аминой Зариповой, мы вообще родом из Ташкента, мне кажется, мы были в это время чуть ли не единственные гимнастские художницы. Дело было так, что, конечно же, ну все мы понимаем, большой спорт, и мы уже выбрали это направление, и, конечно же, учебе не получалось уделять вот прям достаточно времени, то есть ходить именно вот в школу, как ходят обычные дети. То есть утром школа, вечером тренировка, конечно же, нет, это уже большой спорт. Мы с утра до ночи находились на базе, и в то время ездили в Ташкент к себе на родину, нас отпускали там на неделю, на две недели, чтобы закрыть вот эти, да, скажем так, пробелы, да. Нам встречали, мы срочно сдавали один экзамен за другим, и, конечно же, это было жутко неудобно, да. И, конечно же, встал вопрос о переводе, чтобы, ну и достаточно времени уже уделять учебе, ну и не забывать вообще про нее, да. Вот, и наша тренер Ирина Александровна Виннер узнала о таком училище, спортивном именно. И в 93-м году я туда перевелась, потому что в то время только с 8-го класса принимали Московское городское училище Олимпийского резерва. Но как это все тоже выглядело? У нас один единственный выходной день. И вот в этот выходной день мы приезжали в училище, и у нас было так называемое индивидуальное обучение, потому что обычно это было в воскресенье, то есть выходной день и в училище тоже. Но к нам приходили учителя, педагоги, и мы вот индивидуально, так как моя подруга была старше на 3 года, соответственно, у нее другая программа, другой класс, и мы вот так с педагогом проходили каждый предмет. Потом нам на неделю задавали опять новые задания, мы через неделю опять приезжали. Получается, даже выходного не было. Вот. Но этот день целый тоже разбивался. Не так, что мы там по 8-6 часов сидели в классе, причем мы сидели в одном классе, педагоги менялись. Просто мы вот так вот сидели, и к нам приходили педагоги по разным предметам. Нам делали перерыв, мы шли просто в очень вкусную столовую, я помню, очень было вкусно. И так как рядом с нами не было наших тренеров, мы ели все подряд. Булочки, хлеб, в общем, все-все-все наедались до отвала. И, честно говоря, мечтали. Ну когда же мы снова через неделю приедем в училище, мы же там пообедаем. Потом шли в нашу комнату, потому что, несмотря на то, что мы там не жили, за нами все равно была закреплена комната. Мы там часок-полтора отдыхали, ну и дальше продолжали нашу учебу. Поэтому я не знаю, и не знала, и не знаю до сих пор ни одного своего одноклассника. Я их и не видела просто одноклассникам. Я знала, что они существуют. Поэтому, к сожалению, у меня даже нет выпускного фото. Никаких фотографий нет там переходящих там. У вас есть такие фото, что никакой выпускник. Давайте проведем встречу выпускников этого класса, и мы познакомимся. Потому что, конечно же, когда ты открываешь вот это мой класс, мой выпускной, у меня этого не было. У нас есть одно видео, которое мы сейчас посмотрим. Серьезно? Да. Мы поздравляем с праздником наше дорогое училище от отделения художественной гимнастики. Желаем всем педагогам и спортсменам счастья и здоровья. Поздравляем! Поздравляем! В каком году вот этот сюжет? Вы помните, что это было и в каком году это? Вот я тоже, вот Женя, вот отображать мне. Нет, просто я фанат Кальяны. Мне кажется, действительно, это 95. Судя по моему, я знаете, как узнаю, по моему комбинезону на видео и по моему упражнению. Я думаю, что все-таки это вот 95-й, максимум 96. Нет, 95-й. Вы всех узнаете здесь? Конечно, конечно. То есть, получается, по левую руку от меня это Амина Зарипова, вот с которой мы и приехали из Ташкента. Самая крошечка маленькая слева это Алина Кабаева. Справа была это Аня Шишова. Она выступала в групповых упражнениях, чемпионка мира, Европы. А еще вот правее, крайнее справа, это Юля Барсукова, олимпийская чемпионка 2000 года. Она сейчас работает, учились. Да? У вас, да. Кем? Тренером. Ну, она сейчас тренер Дины Арина Авериных, наших главных звезд художественных гипотектов. Я вот беседу начал с того, что готовился к нашей встрече, просматривал все интервью, вспомнил такое неполиткорректное высказывание Михаила Жванецкого. Я никогда не был женщиной, никогда не был узбеком, хотелось бы запонять, что они чувствуют. Вот я сейчас понимаю, что вы не просто красивая, интересная, знаменитая женщина, вы еще и женщина-загадка. То есть, на самом деле, понять, что вы чувствуете, о чем вы думаете, невозможно. Но, тем не менее, вы всегда... Я могу сказать одно. Да. Я могу сказать одно, что на всей земле, я ведь тренируюсь детей всего мира, На всей земле люди все одинаковые. Нет узбеков, и нет русских, и нет татар, и нет евреев, и нет... Нету все дети, они одинаково прекрасные. Все так же точно понимают, так же точно реагируют. Нету, понимаете? А потом они становятся яблоками, которые валяются у этой яблони, которая их родила, которая их воспитывает и говорит им всякие глупости. Поэтому я счастливый человек, что я работаю с детьми. И эти дети, а я их яблони, и когда они около меня падают, они уже становятся такими же, как это яблони. Поэтому они говорят такие вещи, философские, умные, потому что они все это впитывают. А родители я изолирую, я их, как говорится, дисквалифицирую и ликвидирую, если они говорят не то своим детям. Вот у меня была девочка, которая очень страдала от веса, а приходила ее бабулечка и мамулечка, заворачивали ей в шарфики конфеты и вот эти вот все вещи такие, которые нельзя. Или она спускалась с лестницы, с кастрюльку ее туда накладывали, на веревке, на скакалке. Туда накладывали всякие котлеты черные какие-то, и она их вот так поднимала. Но это родители, это кто, добрые люди. А моя мама закрывала холодильник в то время на ключ, она заказала ключ на холодильник. И я приходила, а холодильник был закрыт на ключ. Вы знаете, я позволю все-таки себе, вот ставя финальную точку нашей беседы, не согласиться с вами, что все одинаковые, потому что вот вы сидите передо мной, и вы являетесь доказательством этого тезиса, что они все одинаковые. Я говорю про детей. А, что дети все одинаковые. Я уверен, что вы и дети были такой особенной, какой, собственно, вы особенной и остались. И позволю себе все-таки с вами не согласиться. Ну, с чем согласятся? Это ваша воля. Согласятся, я думаю, зрители нашей программы, что Ирина Винер, восхитительно. Огромное вам спасибо за беседу. И вам спасибо, уважаемые. Субтитры подогнал «Симон»!